Всем привет! С вами Громакина Ярославна, блог нашедети.ру Сегодня я решила это записать в видео просто так, скажем. Ну, как просто так. Я посмотрела некоторые свои последние видео и пришла к выводу, что им не хватает каких-то современных фишек, таких фишек, как, скажем, обработка в какой-то программе для видеомонтажа. Все дело в том, что когда мы смотрим некоторые ролики, они нам очень нравятся благодаря не только своей какой-то движухе, а потому что они наполнены определенными эффектами, да, неожиданными какими-нибудь там, я не знаю. У меня пока таких эффектов в роликах не было, потому что я не умею работать ни с одной программой, видеоредактора какого-то. Поэтому я решила начать с самого простого. Посмотрела в интернете, есть такая программа видеомонтаж. Она подходит для новичков, поэтому я думаю, что можно начать обучаться именно с нее. Я ее скачала, сейчас хочу записать какое-нибудь видео и добавить несколько туда эффектов. Ну, а обычных эффектов, таких как просто вставить какое-нибудь слово в тему, да, вставить, может быть, заставку, на которой будет понятно, не знаю, там, титры, фамилии, имя, отчество. Вставить где-то необходимые слова к своим словам, которые я говорю здесь. Где-то, может быть, нужно будет замедлить слова, а где-то убыстрить то, что кажется не особо интересным, не таким значимым, не пригодящимся в жизни. В общем, вот и все поставим на скорость и посмотреть, как это будет выглядеть. Я поделюсь своими впечатлениями о программе видеомонтаж, о том, насколько быстро можно в ней работать. Я запишу сейчас вот этот свой ролик, ну, совсем коротким, пока он длится всего лишь две минуты. Ну, попробуем записать минут на пять, на пять минут. А когда запишем ролик на пять минут, я расскажу вам, сколько у меня ушло времени на работу с программой видеомонтаж. С нуля я вообще с ней не работала. Сколько времени ушло на саму работу, на сохранение, там, не знаю, конвертация, наверное, какая-нибудь. И стоит ли начинать? Ну, начинать, я думаю, всегда стоит. Я считаю, что люди вообще должны каждый день узнавать что-то новенькое. Если вы не умеете работать в фотошопе, то освоите его, ну, или любую другую программу по коррекции фотографий, там, фотоэкспресс и прочее. Я раньше как-то не заморачивалась по поводу видео. Просто сегодня я опубликовала один из постов ВКонтакте. Видеообзор это был на косметику Эйвен, на свою первую посылку. И тут же пришел комментарий от моего одногруппника. Он спросил, ты что, теперь стала блогером? Ну, вообще, я завела свой блог, оказывается, в 2011 году. В 2010 ноябре, то есть в конце года, я родила ребенка, выписалась с роддома и не знала, чем заняться. И, в общем, тогда, в 2011 году, я завела свой блог нашедети.ру. В нем выкладывала фотографии и печатала сообщения. Тогда видео как-то было особо не распространено. Но сейчас видеоблогеры, они гораздо имеют, наверное, больше успеха, потому что зачастую людям легче посмотреть видео, чем читать огромную статью. Вот, ну, в принципе, время у нас уже накопилось. Я думаю, сегодня я поработаю с видеомонтажем и выложу свой чат.